Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Сегодня не собиралась снимать мукбанг, на самом деле просто покушать хотела, а потом мама меня остановила, сказала, стоп, айка, все равно все готово. Давай ты лучше снимешь мукбанг. Я решила, ладно, сниму. Маленькие огурчики. Наконец-то! Мой любимый грейпфрут. Здесь у нас пюрешечка с котлетами. Помидорки черри. Меня замучила бессонница. Вот реально, я вчера заснула в 6. Я даже хотела, думаю, еще чуток подожду, и этой ночью спать не буду. А все почему? В зависимости от телефона. Залезла в тик-ток, вдруг вижу, час прошел, второй прошел. Убираю телефон в сторону. Думаю, все, сейчас попытаюсь заснуть. Что вы думаете? Получается, нет? В последнее время я вообще забросила свой инстаграм. Раньше каждый день у меня минимум 10 историй в инстаграм. Мне как-то стал инстаграм неинтересен, если честно. Не знаю, как вам. Мне интересен ютуб. Мне интересен тик-ток. Но что-то любовь к инстаграму, она у меня с каждым днем все уменьшается и уменьшается. Вообще, любовь к фотографиям, я особо никогда не любила фотографии. Мне почему-то кажется, что век фотографии скоро закончится. Фотографии так ретушируют, что я прям не узнаю от человека. Здесь был один комментарий под прошлым видео. Огромными буквами девочка написала комментарий. Зовут ее Алена Дроздовская. Аленочка, тебе огромный привет. Айка, можешь, пожалуйста, в следующем видео порассуждать на тему Одиночество. Было ли такое, когда ты была совсем одна? Привязываешься ли ты к людям? Очень люблю твои видео. Каждый день захожу вечером смотреть. Мне очень нравится то, как ты рассуждаешь. И очень приятно, что есть такие люди, как ты. Вот реально, когда меня хватит, мне так сразу стыдно становится. Я даже дальше стесняюсь читать. Спасибо огромное, Аленочка. Очень приятно. Насчет одиночества ты не уточнила. В каком плане именно одиночества? В плане отношений. Или в плане друзей? В плане друзей у меня такого никогда не было. По-любому меня окружали люди. То есть, что прям я себя чувствую одинокой, нет. С такой аудиторией, тем более, если я не чувствую одной. А вот в плане отношений. Я училась в универе. У меня не было отношений. И мне хотелось. Но мне хотелось отношений с таким человеком, который идеально мне подходит. Идеально подходит под мои критерии. А такого человека не было. Элементарно в универе. Например, мне нравится парень. Я вижу, как он сильно, например, нахамил учительницам. И сразу у меня симпатия к нему падает на ноль. Я не люблю грубость. Я не люблю жестокость. В универе были пары, которые вдохновляли меня на отношения. Я чувствовала себя одинокой только в плане отношений. В плане друзей никогда. Мне хотелось отношения. Но с кем попало встречаться, лишь бы провести интересное время, такого желания у меня не было. Для меня было очень важно всегда, чтобы я с человеком видела будущее. То есть просто сейчас скучно повстречаюсь с ним. Нет. Были какие-то критерии. Для меня, например, очень важно было, чтобы человек знал обязательно русский язык. Да много. Много всего. Вообще, скажу честно, где-то, наверное, до 18 лет я мечтала выйти замуж. Мечтала о семье. Хотела уже поскорее найти того самого. Выбирала сразу парней постарше, чтобы быстрее создать семью. Но потом, на первом курсе, у нас были девочки, которые замужем, у которых проблемы с семьей, с финансовой составляющей. С родителями мужа. Они приходили, рассказывали о своих проблемах. И уже я начала задумываться о том, что... Все не настолько красиво, безоблачно, как нам кажется. Поэтому, потом уже, когда я училась в универе, там были кое-какие симпатии, кто-то мне нравился. Но всегда что-то отталкивало. Что-то не устраивало. Разные моменты были. Вроде смотришь, нормальный парень. Но если я вижу от человека какую-то жестокость, мне это не нравилось. Или, например, парни всегда говорят, девочки любят плохих мальчиков, хулиганов. Я, честно, никогда... Если парень при мне, например, очень сильно нагрубит учительницу и попытается так выделиться, я сразу думала, человек не уважает старших. Мне ты не подходишь. То есть у меня не было такой, знаете, черной зависти. Я смотрела на пары в универе, которые счастливы, у которых все хорошо. Я думала, блин, а когда же я найду свое счастье? И вот нашла. Хотя я все мечтала об отношениях, чтобы, например, мы в универе вместе учились, или, например, в школе вместе учились, потом в универе, потом работали вместе, а потом поженились, например. Я знала одну пару. В общем, они познакомились. То есть, точнее, они начали встречаться, когда были в 10-м классе, потом закончили школу, учились в разных универах, потом закончили магистратуру, причем разные магистратуры, разные учебные заведения. И потом поженились. Они настолько понимали друг друга. На них смотришь, было такое ощущение, что это брат и сестра. То есть, они даже внешне были похожи друг на дружку. Я смотрела на такие пары и думала, Вау! То, что девушка хочет отношений, мне кажется, это нормально. Наоборот, когда человек ничего не хочет, это должно настораживать. Однажды один парень за мной ухаживал, и как-то мы зашли в супермаркет, и он увидел у меня в кошельке много денег. И, в общем, когда он увидел у меня деньги, он мне говорит, купи мне, пожалуйста, пивка, говорит, шоколадку и семечки. Я такая, в смысле? Он такой, ну, у тебя в кошельке так много денег. Что, тебе жалко, что ли, на меня их потратить? Казалось бы, мелочь, и мне не жалко на самом деле. Просто я не люблю подобное поведение у мужчин. Мне это запомнилось навсегда. Я его купила. Но когда мужчина ухаживает за женщиной, в моем понятии, это очень некрасиво. Я могу купить. Еще и шоколадку могу купить. И Рафаэлла. Все, что хочешь. Но когда ты только-только начинаешь общаться с девушкой, ну, это очень некрасиво. Возможно, у меня такие понятия. Возможно, я родилась и выросла вот в такой среде. Возможно, этот парень учился в Европе, и для него это нормально. А есть и такие девушки. В универе у нас была девушка. Она все нам говорила. Вы дура. Я как только знакомлюсь с парнем, первое, что я делаю, когда мы едем обратно домой, говорю, мне надо заглянуть в магазин. Захожу, покупаю продукты, все, что мне нужно, и смотрю, заплатит ли за меня мой парень. Ну, я, если честно, считаю, что на первом, на пятом свидании неприлично это как-то. Много разных всяких моментов было. Можно сказать, одни из моих серьезных отношений это отношения, в которых я как мы познакомились? Познакомились на дне рождения. Потом он предложил отвезти домой. Вот и начали общаться. У моего парня в этом плане он просто идеальный. Он никогда рубль твой просто не возьмет. Иногда я говорю, у нас уже есть одна квартира, одна комнатная. Он всегда меня поправляет, говорит, это у тебя есть, а у меня нет. Это твое, это ты купила до брака, там, всего этого. Скажу честно, я не отношусь к тем девушкам, которые пытаются как-то развести мужчину на деньги, чтобы он дарил супердорогие какие-то подарки. Не прошу никогда ничего. Стараюсь казаться такой независимой. Я все сама, баба-мужик и так далее. Возможно, это неправильно. Но мне стыдно. Вот честно, напишите в комментариях, есть ли среди моих подписчиков девушки, которые реально чувствуют себя виноватыми, когда мужчина что-то им покупает, что-то делает. Вот я из таких. Но я не могу сказать, что эти моим характером мой парень пользуются, например. Вкуснотища. Я наелась, моя хорошая. Было очень-очень вкусно. Не обращайте внимание в последнее время на качество моих видео. На улице пасмурная погода. Просто не лучика солнца. Надо пить витамин D. По-другому никак. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Не забывайте подписываться, кстати, на мой канал. Всех люблю.